Здравствуйте, дорогие наши зрители! Мы решили продолжить тему важных жизненно-социально образующих терминов, значения которых многие недопонимают, и не потому, что сложно, а потому что в процессе эволюции этих терминов или в процессе их существования их основное стержневое значение видоизменялось. И определения, которые в настоящий момент существуют в учебниках, и то, что люди, в общем, привыкли брать за основу этих определений, в общем, они достаточно размыты или какого-то... Ну да, размыты. А без этих определений жить невозможно, нельзя существовать в мире, в бытие и в социуме. И, в общем-то, они просто фокусирующие какие-то основополагающие жизненные категории, понятия. Они не очень воспринимаются детьми и даже взрослыми как нечто важное. В общем, мы начали с империи, и вроде бы даже разобрались, но я хочу вернуться опять к империи, потому что, помните, вот мы с вами рассматривали империю как явление. То есть, откуда взялось слово империя, мы неоднократно уже вы это рассматривали. Принципы империи у вас есть целый доклад, и такая, может, и лекции были на эту тему. Слово образование мы просмотрели, что значило это слово, куда оно дошло, это понятие. Но само то, что стало империей, от и до, вот как у нас с вами проект Византии плюс, вот империя плюс. У меня вот, я считаю, что, ну, Древний Египет все-таки это царство, да, а вот империи уже в древности, можно сказать, некие такие праимперии существовали. И я уж точно, вот скажем, вижу признаки империи. У Александра, как скажем, ну, в империи Александра Македонского, да, то есть она так и называется. Но мы вроде как считаем, что вот империя пошла именно с Рима. А я скажу, почему. Почему так получается. Дело в том, что изначально государства формируются вокруг либо племен и народов, такие племенные образования, либо вокруг личностей. Личность. И именно личности выстраивают то, что называется царство. Царство, княжество, герцогство, все, что в обычном русском языке приложимо к государственности, обычно связано вот именно с человеком. Само слово государство в русском языке, оно идет от государя. И в других языках то же самое. Вообще надо сказать, что даже не народы, народы, по сути дела, никогда не создавали государство. Государство вытягивали именно некие выдающиеся личности, скажем так, лидеры. И, соответственно, терминология вся под этих лидеров и подстраивалась. Потом наступил период борьбы с монархической властью. Он причем наступил повсеместно, но не везде он увенчался успехом. В античном мире увенчался и в Риме, и в Греции, и в Афинах, в ключевых государствах античности. Само понятие царства было почти ругательственным. Это то, с чем боролись создатели афинской демократии, римской республики. И поэтому им нужна была другая терминология, которая не связана была ни с царем, ни с каким другим правителем. И вот они тогда и выработали этот термин, которым пользовались. Афиняне создали то, что называется политея, слово полис. Римляне создали... Политея, слово полис. Да, слово город. Полис, политея. И вот это, собственно, государство для греков, для афинян и для других. Василия, это у персов. Вот с их точки зрения, Василия там, где есть единоличный лидер, Василевс. Кстати, вот с Египтом интересно. Греки как-то очень насторожно относились... Как называть Египет? Он как-то не укладывался ни в какую парадигму. Они называли фараоном местного царя. И вот, собственно, это слово и в русский язык пришло. Но дело не в этом. Вот там, где есть единоличный лидер, это восток. Это некие тирании, там нет свободы. Там, где есть свобода, где нет единоличного лидера. Там как назвать государство? И вот тогда используется либо от города политея, или цивитос по латыни, то же самое, да, от города. Цивитос, соответственно, гражданское общество. Отсюда слово цивилизация. Отсюда цивилизация, отсюда цивильный, отсюда социум, кстати говоря, отсюда же, да. Но нужно было еще назвать как-то ту власть, которой это все управляется. Греки называли это архе, начало. Очень такой глубокий термин, философский даже. Начало. Отсюда наш такой вот обиходный термин начальник. Ну, в русском языке он немножко так принижен, но ведь если мы всмотримся в его глубину, мы видим, какое богатство в нем есть. Ну, начальники и в священных писаниях слово это употребляется. Да, начало, начальники. И начальник, когда ты читаешь, почему начальник, ну, то есть начальника. Ну, да, вот это вот смешное русское, какое-то попахивающее зоной. Да, 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 или как это, джамшутщины начальника. А на самом деле это глубочайший философский термин, в основе которого идея первоначала божественного, архе, изначального управляющего импульса, или, скажем так, как мы говорим, начала, управляющего начала, это архе, которым Бог, так сказать, вот создатель мира, вот он запустил этот процесс как первоначало, у Иоргена есть целый трактат о началах. О началах, да, есть. И вот эти арханты, начальники буквально, да, они во всех философских системах играют такую космическую, космогоническую, космологическую роль, то есть они вечно управляют Вселенной, соответственно, земные начальники, это продолжение вот этих космических началов. И этому нужно соответствовать. Вот именно, вот у греков начальники, это не те, кто управляют, начальники те, кто реализуют начальство, а начальство заложено сверху, божественно. То есть не может социум управляться без начальств, без вот этих вот начальств, как не может там функционировать живая природа без каких-то вот этих вот первоначал, принципов, кстати, принцип – это латинский перевод слова «начал». Отсюда принципс, да, уже римская, так сказать, римский вариант, что ли, этого же самого термина. Но начало началом, да, в начале, в начальстве есть очень возвышенная такая, вот я бы сказал, философская категория, да, категория связи с Богом. Потому что тот, кто начальник, тот связан с началом, а начало мира – это Творец. Соответственно, отношение к любому начальству трепетное. Это та миссия, которую ты должен исполнить богоподобно, если ты хоть чуть-чуть отклонился от этого божественного идеала. Ну, это уже не о том, но просто вот как мысли-то идут, да, то есть мы говорим, и мы с ним одновременно, это очень важно. Как получилось сейчас, что начальниками становятся… Вот об этом надо думать, и как раз поэтому-то мы обращаемся к первоначалам слов. Да, к первоначалам слов. Вот этим. Дальше инструмент. Римляне, они меньше философствовали, они люди практичные, и они поняли, что для того, чтобы социум или чтобы цивитес, да, работало, чтобы это действительно был организм, недостаточно просто каких-то философских категорий, нужен инструментарий. И этот инструментарий они назвали вот тем самым словом империум, про которое мы говорили. И все встало на свои места. Вот есть социум, цивитес, гражданская община, государство, в нашем смысле слова. Есть авторитет. А есть власть управляющая, то есть государство, как мы называем это государственная власть, или называем это государственное управление, администрация, там как угодно. Слово администрация, кстати, очень унизительное, поскольку министр – это лакей, который подавал… Ну, в общем-то, видимо, поэтому и… Причем младший лакей, даже старший лакей – это магистр. А министр – это вот такой самый… Ну, вот у короля были министры, которые подавали ему мантию, подавали ему там какие-то тапочки. Администраторы, видимо, и пали на уровень этот самый. Да, слово министр рождается в придворной культуре, и это такой лакейский термин. Вот это очень важно. И, кстати, англичане, между прочим, сохранили этот оттенок. У них премьер-министр его величества. Да. То есть, вот так вот, не Великобритания, а его величество. Да, но при короле министр органичен. Ну, ясно, что кому он, так сказать, прислуживает. Кому прислуживает министр в республике, вообще непонятно. Кстати, американцы никаких министров, как мы знаем, не имеют. Потому что они понимают значение этого слова. У них там это называется секретари, государственный секретарь. Да, государственный секретарь. И это очень важно, потому что, что это за министры такие, да? А как так получилось, что у нас возникли, ну, они давно возникли. Ну, это, да, это при царе тоже все было логично. Тоже были министры. Ленин с Троцким, естественно, никаких министров не допускали. У них были, как мы знаем, комиссары. Комиссары. Ну, такой тоже не русский термин, но, по крайней мере, в нем был смысл. Потому что комиссар это тот, кому что-то поручено. И вот слово комитет тоже мне всегда интересно. Начальник комитета комиссар? Нет, нет. Комитет вообще, слово никак с комиссаром не связано. С комиссаром связана комиссия. Комиссия, да, комиссия. А комитет, там вообще другой корень. Кто в главе комитета стоял? В слове комиссия корень миссия, то есть, посылают кого-то куда-то. Миттера, миссу, это посылать. Буквально давать задание. Поэтому комиссия это некий институт, некая структура, которая создана, чтобы сделать какое-то задание. Кем-то данное. Это очень важно. Комиссия не может быть сама по себе. Она обязательно кем-то создана и, как правило, распускается после выполнения своего задания. Комитет другое дело. Комитет, там корень комира. То есть, идти рядом, идти вместе. Это римское название штаба. При полководце был комитет. То есть, условно говоря, походная канцелярия. То есть, при императоре был вот этот самый комитет. Он называется по-латыни. И отсюда слово «конт» или «каунт», то есть «граф», мы переводим это немецким словом «граф», а по-английски это «каунт», по-французски «конт», откуда «виконт», там «виконт» доброжилом. Это «вице-граф», «вице-комит». Комитеты – это, условно говоря, штабные офицеры при императоре. Поэтому комитет – это что-то типа штаба. Поэтому, ну, кстати, мы видим, как бы, комитет государственной безопасности. Не комиссия, а комитет. Ну, вот это логично. Это логично. Это как-то внушает. В советское время, да, тонко чувствовалось. Потому что, если комиссия, она собралась, разбежалась, комитет никуда разбежаться не может. Комитет – это как бы вот то, что всегда, всегда. Но у комитета нет полномочий самостоятельных решений. Это очень важно. Кстати, когда Министерство государственной безопасности превратили в комитет государственной безопасности при Совете министров СССР, его резко, понизили в статусе. И это, кстати, объясняет, почему КГБ ничего не сделало, чтобы спасти Советский Союз. У этой структуры, которая Хрущевым была создана, как безвольная и беспомощная, хотя, казалось бы, всемогущая, не было юридических оснований для самостоятельных действий. Вот, все-таки, наверное, это делалось умышленно, потому что кто-то знал значение этих слов. А человек простой даже об этом не задумывается. Но это все, опять же, уходит корнями в римскую старину, вот в эту античность, где эти смыслы проясняются. И хотелось бы мне еще обострить такой вопрос, даже он, может быть, не связан с терминами, а связан, скорее, с сутью. А что такое вообще государство? Вот, в последнее время обострились дискуссии, даже не столько дискуссии, сколько сама проблематика государственности обострились. Да, 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 вот это мы хотели с вами. Даже такой новый предмет ввели во всех вузах страны, основа российской государственности. И по опыту я могу сказать, что практически никто не может сказать, а что такое государство, зачем оно нужно, какие у него задачи. И здесь самое распространенное недоразумение, я не назову это ошибкой, это недоразумение. Почему-то многие считают, что государство нужно, чтобы управлять людьми. Вот большего абсурда, наверное, трудно представить. Ну, я всегда считала, что государство нужно для того, чтобы помогать. Конечно. Государство... Защищать. То есть человек не может сам защитить одного себя от какой-то армии иностранной. Конечно. Я всегда видела в государстве, ну, нас так и учили, просто у нас великие были учителя, общество-знатели, да, по этому предмету. И мне, ну, даже если бы еще и до старших классов мне всегда представлялось, что именно, ну, как бы, исходя из тех знаний, просто каких-то рассказов по истории, там, любых сведений исторических, что государство – это защитная функция социума. И, между прочим, вот римляне очень четко чувствовали этот момент, империум работал только в армии и в каких-то силовых структурах. В социуме никакого места для него не было. В социуме действовал принцип начальства. Вот тот же Август, он был император только для солдат. Для граждан Рима он был принципс. То есть тот, кто стоял у начала государства, тот, кто первым голосовал в Сенате. То есть он был, можно так сказать, первым среди равных, среди вот государственных мужей. Но в каком-то смысле он был просто вот таким первым человеком государства. То есть он занимал высшую должность в государственном организме, но он ничем не командовал. Государстве нельзя командовать свободными людьми. И римляне это очень тонко ощущали. В русском языке есть еще такой глагол «править». Очень тонкий глагол. Потому что управлять – это значит, условно говоря, манипулировать. Управляют автомобилем, управляют… Нет, но управлять еще можно какими-то процессами локальными, когда необходимо. Управленец берет на себя решение. Он решает, как и будет действовать управляемый им человек или… А править – это выправление. Конечно. Другое дело править. Выправление – это приведение к соответствию. Да, да, да. То есть все идут самостоятельно. Если кто-то уклоняется или приступает некий закон, некий порог, не то чтобы предписанную, но считающуюся полезной границу, которая отделяет добро от зла, пользу от вреда. Вот тут вступает в дело вот это самое «право». Право, как… Или по-русски иногда говорят «правда». И сегодня на нашем мини-совещании с нашим коллегой мы как раз затронули тему «польза». Польза. Польза. Что есть польза. Что польза была… Две тысячи лет назад, вот я все время привожу пример, инфраструктура общества, которые создавались даже не государствами, но социумами, самостоятельно в складчину при руководстве тех самых принципов, архантов. И они работают до сих пор. То есть, мы сейчас возьмем в виду, вот запусти, он будет работать. Кстати, русский язык очень интересный, этот корень. А сейчас вот Севастополь без воды, например, сидит. Ну да. Ведь где еще мы встречаем тот корень, который в слове «польза»? Как ни странно, мы его встречаем в слове «нельзя». Вот два слова. Мы иногда слово «нельзя» воспринимаем как запрет. Ничего в нем запрещаемого нет. Нельзя – это то, что не полезно. Неполезно. Нельзя – это значит не будет от этого льзы. Да. Льза – это буквально, отсюда слово «легкий», кстати. Легкий, радостный, веселый, приятный. И вот когда человеку говорят «нельзя», это значит ему говорят, что пользы не будет от этого действия. Ты можешь делать, конечно, если хочешь, но это нельзя. Ну, своей психофизикой я именно это ощущаю. Ну, видимо, у меня к словам какая-то такая вот органическая привязанность. И что бы там ни говорили, поэтому мои эти толковые словари наши с вами далее потом без картинок, так сказать, продолженные. Вот. Потому что это очень важно. Но мы уже с пятого на десятое перескочили… Нет, просто важно, что когда мы говорим «нельзя», это такой обиходный запрет, даже не запрет, а не рекомендация. Но государство уже действует, государство уже действует наказанием. То есть оно не просто говорить нельзя, оно запрещает. Это очень важно. Вот тут проявляется империя. И вот государство у нас существует с древнейших времен, в разных формах. А империя… Вот надо найти вот это вот. Вот. И тут мы подошли. Вот первая фаза – это государство лидерское, там Василий, царство. Вторая фаза – это некое общенародное государство, в котором есть империум. Империум может быть растворен у разных чиновников, он может быть передан какому-то одному чиновнику. То есть империи – это то, чем правят. По-русски империя называется «правда». Мы иногда правду считаем истиной, ничего подобного. Правда – это то, чем выправляют. Русская правда – это как бы такое грамотное название. Русская правда. Править по правде. Править правдой. Рубить правду матку. Православие. Это именно оттуда. Да. Ортос – прямой, правильный, ровный. Не корявый, кривой такой, а ортос – ортодоксие. Если должно быть правильное направление. Вот эти слова люди тоже ортодоксальные. И вот оно это витает, оно мусолится. О значении никто даже не думает о значении. То есть даже открыть эти логические слова и посмотреть, ну зачем. Хоть бы в Википедию сейчас, вообще в интернет. Ортодоксия – это очень глубокий термин, его не случайно не могут перевести ни на один язык. Потому что православие – это такая нелепая калька на самом деле. Потому что никакой славы там нет. Ортодоксия – это правильное представление о чем бы то ни было. Правильная мысль. Потому что докса – это разумная мысль. Это не просто какая-то случайная мысль, а это мысль, которая составляет мировоззрение. Докса – это мировоззрение. И это мировоззрение должно быть правильным, а не искривленным. Вот отсюда этот термин. И докса – это не знание в чистом виде. И не вера, как иногда говорят, правоверие. Нет. Докса – это именно логическое, рациональное представление. Ну, в частности, о Боге. Ортодоксия – это термин богословский. Но ортодоксия может быть где угодно. Вообще, на самом деле, везде должна быть ортодоксия. Правильное мнение, правильное представление, которое может корректироваться с накоплением знания. Ортодоксия – это не зафиксированный, а именно направленный вектор. То есть, он все время развивается. Дело в том, что направление могут поменять. Конечно. Как это меняется, как вот… Искривить. …в нерелигиозном сознании. Почему? Истребляется религиозное сознание, оно так же давно истребляется, как и социальные какие-то правильные институты. Правильные институты. Я все время привожу пример с буддизмом, где нет Бога. И есть при этом… Методология. Методология. Вот эта ступень. Правильная мысль, правильное восприятие – это первая ступень йоги. Гениальная манипуляция. Это самое… Вообще, действительно, что можно подсунуть под этот путь. Все, что угодно. И мы видим… То есть, это отточенная, скажем так, технология достижения, которая… Непонятно никому цель. То есть, ни на что не направлено. И в итоге… В то время Богов было много, путей было много, но были и попытки монотеистических, уже создания монотеистических религий. И они были настолько опасны, потому что если это будет… Точнее, они были, почему были попытки, но они… В индуизме это настолько как-то вот расцвечено, что… Они сами запутались потом вообще, где там у них была… Один Бог, где… Он один или это не совсем оно. Мы знаем, чем в Египте попытки закончились, да, монотеистические. И это было крайне-крайне опасно кому-то, мы можем представить кому, при том тем, скорее всего, у кого все-таки было единобожие фактически, но оно не туда направлено. И, соответственно, нужно было вообще обессмыслить полностью вот этот путь к Богу. Его нужно было вообще растворить в небытие. И тогда возник буддизм. Но при этом буддизм возник как учение поиска истины. В хорошем смысле этого слова. Но немедленно было взято на вооружение. И я уже вот тут собиралась писать учебник по сектоведению. Потому что, ну, просто они могут вроде бы вообще даже быть не какими-то нерелигиозными какими-то учениями. Вот эти все инфо-цыганства, все оттуда. Ну вот если мы эту проблематику многообразия и единства обратим в политическую сферу, с которой мы сегодня начали, да? Вот здесь мы понимаем, что такое империя. Империя – это попытка объединить вот эти два плана. Многообразие, которое дано там в демократии, в республике. Духовный и практичный. Поиск истины. То есть истина не дана нам в последней инстанции. Мы не видим вот то единственное начало, которое ведет нас к истине, да? Мы ищем. Мы ищем. Поэтому нету единого началия в политике, оно признано опасным. Не туда может завести, да? Поэтому нужно все время подстраховываться, да? Эти республиканские модели, они для того и нужны, чтобы избегать ошибок. Одна голова хорошо, две лучше. А когда целый парламент, еще лучше. Но мы тогда натыкаемся на проблему расфокуса. То есть если в обществе нету человека, который фокусирует всю эту систему, тогда оно обречено на гибель. И как фокусировать? Вот американцы выбирают президента. На самом деле проблема единобожия, да? Она имеет и политическую проекцию. Это проблема единовластия. Монотеистические религии волей-неволей, да? Ну еще Платон говорил, да, что Бог может быть только один. Это вполне логичная концепция, да? Которая вытекает из того, что у мироздания не может быть несколько начал. Начало должно быть одним, которое потом… Начало одно. Да. Но есть распределение функций, как, в общем-то… И начальнику государства, согласно этой же самой концепции, тоже, в принципе, должен быть желательно один. Но здесь есть проблема. Человек ошибается. Гуманум эррар эст. То есть, человеку свойственно ошибаться. И если вот этот единственный начальник ошибается, очень велика цена. Очень велика цена. И тут надо выбирать между преимуществами единоначалия, которые, например, в армии несомненно. Несомненно. То есть, в армии никому не придет в голову назначать двух командиров. Хотя римляне и греки пытались. Ничем хорошим это не заканчивалось. Они начинали спорить, ссориться. Единоначалия – это очень важный принцип оперативного управления. Но только там, где все понятно и ясно, где есть определенная уверенность в правильности. А если нет такой уверенности? Вот здесь и возник концепт республики, концепт избранного и в то же время контролируемого главы. И на самом деле уже в Риме этот концепт в империи был заложен. Потому что император, как его… Это не был монарх в нашем смысле слова. Не был, конечно. Император был своего рода народный национальный лидер, облеченный военными и жреческими функциями. И еще он был харизматиком. Который обязан был быть а харизматиком и б постоянно получать так называемый вотум, то есть доверие народа. Это очень важно. Надо сказать, что это была очень опасная должность. Только меньше трети императоров Римской империи, дохристианской, закончили свою жизнь мирно. Оставали две трети, либо погибли, либо были свергнуты. Как правило, были убиты. Потому что у императора нет пути на пенсию. Ну, слишком это опасно для его преемника, живого предшественника, который в любой момент может сказать «Парень, ты идешь не туда». Ошибки для императоров стоили жизни. И ошибки эти были, скажем так, что такое ошибка? Это когда народ перестает доверять своему правителю, несмотря на то, что у него практически божественный статус. Императоры считались либо обожествляемыми, либо полубогами, как угодно можно считать. Вот это латинское слово «дивус». Римляне молились гению императора, но если его убивали, никаких проблем не возникало. Приходил новый, а этот считался опорочившим, опозорившим, не справившимся с тем доверием. Кстати, вот в этом и смысл святости императорского титула, который иногда у нас понимают как некое пресмыкательство перед императором. Это прямо наоборот. То есть, то, что император считался священным и святым, означало, что любой человек, недостойный на этой должности, должен был быть убит или свергнут немедленно. Как только его недостоинство проявлялось, немедленно он должен был быть уничтожен с этой священной должности. Потому что это святотатство, когда недостойный человек занимает место святого. Этой святостью был окружен не человек, а тот пост, который он занимал. Потому что этот пост был фактически вторым после божественного. Человек, который занимает такую должность, он занимает ее от лица народа. Империум принадлежит народу. То, что у нас в нашей Конституции написано, что основа суверенитета Российской Федерации находится в руках народа. Это все было уже в Римской империи. Это понятно. Кому это понятно? Это никому не понятно. Понятно нам понятно. И я в шоке от того, что случилось с народом. Когда я это начинаю говорить студентам, они говорят, а как же, а мы думали, что это только новое время, там Гопс, там Лог, да ничего подобного. Это все и в Римской империи, и в Византии, и даже в Древней Руси все это было. Народ, Vox Populi Vox Dei, все это прекрасно знали. Народ дает власть императору. Даже если он считается помазанником Божиим. Потому что народ и Бог воспринимались как нечто единое. Потому что народ, это ведь что такое народ? Народ это некое стихийное выражение естественного начала. Естественного, природного. Это некий такой божественный посев. Посев, да. То есть живых душ. Только если это люди свободные и нормальные. Это очень важно. Потому что если народ деградирует, если он превращается… Но если сейчас никто вообще даже не понимает, что написано в Конституции, и как они ходили голосовать. Дело даже не в том, чтобы понимать. Я думаю, что в Древнем Риме вообще никто Конституции не читал. Да ее и не было как таковой. Да ее и не было. Но, тем не менее, было ощущение. Нет. Люди понимали свои права. Вот это очень важно. Ощущение. В Херсонесе люди, во-первых, давали клятву. Клятву. Присяга. И мы знаем, что люди, которые не участвовали в общественных голосованиях, обсуждениях, они просто лишались права, гражданства лишались. А вот слово гражданин, вот что у меня просто крутится. Откуда возникло слово гражданин? А вот из этой клятвы. Клятва. Политес. Тот, кто приносит клятву, становится Политес. Он получает права политии. Мы бы по-русски сказали политические права. Потому что слово политика никакого отношения не имеет к политике, в нашем смысле слова. Политика – это умение жить в обществе. Умение жить в обществе. Политике техне – это прилагательное. Слово политика – это прилагательное. А где здесь существительное? А существительное искусство. Политике техне. Или политике эпистема. Политическая наука или искусство. Два варианта, может быть. И то, и другое правильно. Потому что, чтобы заниматься политикой, надо уметь это делать. Надо быть искусным политиком и опытным политиком. И каждый гражданин политик. Это очень важно. Ну, есть профессиональные политики. Хотя в античном мире практически не было людей, которые получали зарплату за политические должности. Это тоже надо понимать, что считалось, что не может человек служить обществу за деньги. Потому что это уже, извините, не политик. Служили обществу в муниципе. Общественная деятельность сейчас. Вот мы занимаемся общественной деятельностью. По-римски это называется мунус. Отсюда это слово муниципальный, муниципалитет. Потому что мунус капер – это держать буквально повинность. Ну, не повинность даже, скажем так, обузу. Мунус – это то, что нагружено на человека. И почему люди этим занимались? Потому что это был их гражданский долг. Вот слово гражданин. Гражданин – это тот, кто знает, что помимо заботы о семье и о собственной машине, о собственном богатстве, нужно заботиться о вот этом прекрасном и очень важном для него личном объекте, который называется государством. Это его личная забота. государство – это в моей голове всегда было и будет, да, наверное, потому что все-таки я по-другому не могу себе представлять. Государство – это люди. Люди. Это социум. Это единица человека. Человека-единица. Не человека-часы, а человека. Живые, живые, вот эти живые сейчас какие-то там. Живые, умные, свободные люди. Да, живые, умные, свободные люди, которые понимают смысл своей жизни, смысл, где они живут. Вот у меня проект мой, как я назвала. Где, что, зачем, это сто лет назад. Ну, не сто условно, да, давно. Где, что, зачем, почему, как. Если человек не знает, зачем, где. Он должен чувствовать пользу. Где. Во-первых, он должен чувствовать свои корни. Пользу, правоту, право. Именно место развития, да, вот мы такой термин обнаружили и его сейчас культивируют. То, что должно отзываться в его природе. То есть, когда человек понимает, находит место, он начинает развиваться на этом месте. В другом месте он развиваться не сможет, потому что это не его место. И сразу становится понятно, зачем. Что делает он и зачем. А если человек не находит место и не понимает, зачем, то его деятельность, мягко говоря, не полезна. И вот здесь мы обращаемся к проблеме больших пространств. Больших. Много разных мест. Много разных мест, много народов, много этих самых теруаров, на которых вырастают разные культуры, разные традиции, разные религии. Но они волей-неволей нуждаются в некоем общем социальном действии, да. Они взаимодействуют, они общаются. И совершенно естественно возникает идея, а давайте мы их объединим в одно государство. Что и сделал первым внятно Александр Великий. Вот он, ну персы завоевывали как в древности, да, люди завоевывали, там монголы, там стихийные империи, создававшиеся завоевателями. С какой целью непонятно, ну просто завоевываем, завоевываем. Александр же был не просто завоеватель, он был философ. И он свое государство не просто создал, он его выстраивал. Причем, что интересно, не прислушиваясь к советам своего учителя Аристотеля. Аристотель был человек прошлой эпохи. И он категорически запрещал Александру уравнивать в правах греков и варваров. Для него это было немыслимо, потому что это были, ну как, вот люди и животные, да, то есть как человек и конь. Ну как можно их смешать? Александр же говорил ему, варвар это не тот, кто не грек. И грек не тот, кто родился в Элладе. Тот, кто знает истину, кто приобщается к мудрости, кто умеет общаться с богами. То есть, и причем сами боги тоже не важно, как их зовут, это должны быть правильные боги с точки зрения вот их... Ну Александр в силу какой-то своей избранности, интуиции, богоизбранности. Он себя считал вообще сыном, как вы знаете, не просто Зевса, а египетского Зевса, да, Амона Ра. То есть, он был таким вот, как ни странно, греко-египтянином. Это очень такая тема, и есть тут очень важный момент, сейчас мы его поднимать не будем, потому что это тонкая очень вещь и серьезная. Александр почувствовал вот это вот, то есть грек, который живет, допустим, да, греки тоже перемещались, они как бы распространялись по территориям. Но тем не менее, почувствовать вот это вот единоправие, что ли, как это, то есть они не могли понять, что ли, что... Ну Аристотель в частности, да я очень люблю Аристотеля, но, как говорится, хоть Платон друг, но истинно дороже, а я считаю, что Аристотель прекрасен, но истинно все-таки тоже есть и за пределами Аристотеля. Но Платон был еще больший, как известно, такой. Вот, то есть они не могли почему-то понять, что теруар, который, опять же, я вот это культивирую, это понятие, что место рождает другие традиции, что человек, находясь в другом месте, у него могут быть другие боги, другие традиции, другой язык. Да, другой язык, и при этом он ничуть не хуже грека, и ничуть не хуже римлянина, то есть, и вот когда... А Александру почему-то не нужно было ему это объяснять, он был открыт, он же шел, и он удивлялся, он учился, куда бы он ни приходил. Ну вот что он взял у Аристотеля, так это его принципы. Вот он, так сказать, превзошел своего учителя, то есть он взял то, чему его учил Аристотель, и просто применил на практике. А те, скажем так, предубеждения или какие-то формулы, которые Аристотель считал незыблемыми, но непонятно откуда они вытекали, он их преодолевал. Кстати говоря, многих это возмущало, что Александр уравнивает в правах персов, египтян, некоторых сирийцев, в зависимости от их успехов, от их человеческого качества. Вот на первое место, кстати, в этом он похож на Петра, который тоже на первое место ставил не где человек родился, кто у него родители, а человеческие качества, талант, то, что мы сейчас называем. То есть создавать возможность служить большому телу, вне зависимости от того, где ты родился, какие у тебя, скажем так, семейные основания, даже какая у тебя религия, тоже не играет роли. Главное, что ты правильный человек, ты имеешь ум, имеешь совесть и имеешь представление о бытии. Если у тебя это есть, ты в любом... И вот тут возникает феномен империи, как общечеловеческого делания, делания, созидания уже не просто каких-то вот этих вот выраставших на туруарах обществ, приспосабливавшихся к той или иной местности, нравам, законам, а именно общечеловеческого бытия, в котором все вот эти вот региональные социумы, это проекции некой единой всемирной или так сказать вселенской, можно так сказать, космической истины. Ну, при едином Боге, едином Творце, логично, вся эта структура логична, потому что все эти местечковые социумы и даже правильные социумы в той или иной местности, все равно есть как бы общая планета, да, которая нуждается в неком общем таком регулировании, скажем, или неуправлении. Вот здесь вот мы с вами переходим к очень важной теме, это перспективы человечества. Перспективы человечества. То есть империи нас научили тому, что человечество может... То есть, в общем-то, это, скажем, такие зачатки хорошего глобализма, не того, который сейчас. Вот то, что называется правильный глобализм. То есть мы говорим, да, почему у некоторых уже... И вот Александр, потом римляне, они продолжили его дело, только придали ему, скажем так, системность. Александр, как грех, действовал скорее харизматически. Ну, мы об этом как раз поговорим, или даже не поговорим, а здесь надо сделать очень серьезный какой-то проект, посвященный этому. Он харизматик, он действовал интуитивно, опирался на искусство гораздо больше, чем на законы. Это правильно. Потому что другого пути не может. Но, к сожалению, эстетика дана немногим. Дана немногим. А нужно принести это государственное начало в каждую деревню, в каждый, даже самый убогий дом. То есть и тут пришли римляне. Римляне, кстати говоря, всегда были учениками греков. Они всегда понимали, что греки выше их, что они знают больше них. А выше они, потому что они в первую очередь во главу угла ставили искусство. Да, и римляне у греков перенимали это искусство. Они копировали. Они копировали. Что такое римское искусство? Это копия греческой. А теперь у нас осталась только одна Италия. То есть мы можем только туда смотреть. Да, но это вся Италия, это все, это Греция. Греция, причем сами греки презирали итальянское искусство. Ну, греки, вот что допустили, какую-то оплошность. Они смогли объединиться. Оплошность была в том, что они не смогли преодолеть свой эгоизм. Эгоизм, да. Вот этот вот региональный эгоизм не смогли перерасти свой Теруа. Вроде бы хорошо, что были такие свободные, независимые города, но тенденция глобализации, в хорошем смысле этого слова, она была необходима. Конечно, да. Сейчас то, что, вот опять что происходит, как буддизм возник на потребности к монотеизму, так и глобалисты, вот эти паразиты, которые сейчас, они также возникли, как плесень, как окна. Опухоль на вот этой вот, на этом сложном процессе естественной, органичной глобализации, то есть как бы соединение вот этих вот культур. То есть как интегрировали культуру в Советском Союзе. Вот эти все разные национальности, им дали свободу, право самовыражаться, поддерживали там всегда таджик. Таджик, слава Богу, да, то есть это все, и ты, как это все интересно. Но при этом советская идеологическая бескультурия, да, то есть оно, конечно, было ужасно, но органично все соединялись, объединялись при этом, как бы не будучи совершенно других вер, все равно, как невидимое христианство. Ну вот советский, да. То есть вот что я, потому что это просто было поразительно, поскольку у меня все-таки бабушка была очень верующий человек, я была фактически в религиозной среде, то никто, никакая национальность не шарахалась как христианство. То есть я говорю, я вообще, для меня христианство было это культурным лейтмотивом. То есть и только потому, что оставались в церкви кое-какие, и они являлись произведением искусства. И даже для меня это было, я не особо посещаю церкви, потому что мне не очень нравится там атмосфера, но я с удовольствием их посещала в советские война, потому что это для меня была культурная среда. Ну, работающие храмы, которые работали, и больше они, может быть, там, как Исаакиевский собор, были музеями, но для меня это было значительно важнее, чем пойти, вот как сейчас люди все ходят. И также к этой культуре тянулась вся страна, абсолютно. То есть она собиралась под вот этим вот христианским куполом, единым, без вот этой вот навязанной религиозности. То есть они приходили туда как вот какой-то вот... Да. И это очень интересно, даже парадоксально. Советский Союз был таким вот парадоксальным христианским государством. То есть религиозным... И это было даже более подлинное христианство, чем официозное... А учебники по атеизму, это же лучшие учебники по религиозности. Но, к сожалению, вот такая вот, скажем так, шизофрения, когда говорится одно, на самом деле происходит совершенно другое, она и сыграла дурную шутку со всем советским проектом. Он был вообще шизофреничен изначально. Уже после того, как умер Ленин, и Сталин стал создавать вот эту вот самую Красную Империю. Потому что то, что сделал Сталин, то, что стало Советским Союзом в нашем уже понимании, это действительно была империя. Империя, сотканная профессионально очень хорошо, движимая вот этой вот идеей, как бы, когда на местах каждый имеет свои культурные формы, там свое выражение, свои языки. Но в целом это объединено единой какой-то идеей правильности, единого какого-то движения в каком-то направлении. Я думаю, что Сталин в результате все бы привел к единому православному некому такому... Если бы он не был учеником Ленина, если бы он слишком не был завязан на вот эти фитиши коммунизма, которые, к сожалению, тянули все время это куда-то непонятно куда. Вбок, назад, в какую-то... Вот сейчас мы называем это глобализмом. Ведь этим болели большевики ранних вот этих вот призывов. Вот это вот какие-то бредовые идеи о новом человечестве, которое отторгнет любую культуру и будет жить в каких-то машиномерах. Там вот этот какой-то футуризм, который казался романтичным, но, по сути дела, направлялся темными силами уже в то время. Они, эти темные силы... Во-первых, это было занесено в Россию. Конечно. Это было занесено. Мы знаем откуда, да, это те самые прекрасные организации. Они сейчас... Они сейчас действуют. То есть они были созданы в начале века, до Первой мировой войны. И, в общем-то, и воинность... Вот эта вот вредоносность, она, к сожалению, как микроб сидела во всем советском проекте и погубила его. Но сейчас очень важно... Нет, это сидело... Вот этот вирус, вирус глобализма, вирус псевдоимперии, да, вирус вот этого вот нарочитого какого-то манипулирования народами и людьми. Ведь к чему? Штука глобализма, к чему отличается от империи? Тем, что если в империи есть прямая связь с космосом, есть вот этот принцип начала, есть явные, выраженные, всем видимые власти. Ну, это, как вы уже сказали... Здесь идет... Слияние с единобожием. Да, 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 это... Бог един и вот эта вот империя... Политическая проекция единобожная. Да, политическая проекция. А... А здесь... Расчеловечение, именно выключение человека из социума... По сути дела, это рабовладение. Это хуже рабовладение, потому что раб, он не лишен своей совести, он не лишен своего тела. Расчеловечен. Он не лишен тела, а сейчас предлагается человеку отказаться. То есть, что? Это просто стирание. И защитить человека от всего этого может только государственный организм. Мощный, могучий государственный организм. К сожалению, никто другой не защитит человека от банков, от корпораций, от вот этих всех швабов и прочей нечисти, которые имеют колоссальные ресурсы в своем распоряжении. Не свои. Откуда они? Украденные. Похищенные у людей. Но похищенные с помощью обмана, с помощью манипуляции, с помощью вот этих финансовых институтов. Где люди, где я устала. И главный инструмент этого обмана – это манипуляция словами. Словами. Вот то, с чем мы знаем. Словами, терминами и понятиями. Это самый пример, который должен ощущать каждый. Я устала это говорить и задавать вопросы людям. Я говорю, неужели никто не понимает, что Сбербанк, то, что сейчас… Ну, пускай даже он называется банком уже, не Сберкасса. Это не имеет значения. То есть, это народные средства, принесенные до революции, на снохранение, в организацию финансовую, которая гарантирует сохранность, чтобы люди не в подвалах… Это все прекрасно понимают. И именно поэтому они изменили свое название. У них раньше был Сбербанк, что было сокращено. Сберегательный банк. Они его превратили в какой-то непонятный, какой-то корявый, уродливый, абсолютно нерусский… Сюда подходит только слово… Сбер. Вот хочется сказать это слово, но, наверное, не очень прилично. Да, это больше похоже на какой-то спер. Сбербанк, еще хуже можно, так сказать, развить эту тему. Нет, люди… В том-то и дело, что, к сожалению, я работала в Сберкассе, тогда еще, наверное, так называлась, да. Я работала… Население очень… Ну, бывает, что даже у бабули какие-то прозрения. То есть бабульки бывают, извините, там, наши знакомые… Их бабульками-то нельзя назвать, да, то есть по 90 лет. Но массы, вот эти вот общие, какие-то массы, они… Я не понимаю вообще, что… Как можно им так манипулировать, что там у них в головах. То есть человек не понимает, что он отдал свои деньги, которые, в общем-то, могут быть пущены в какое-то там развитие, но ему гарантирована их сохранность и по первому, так сказать, требованию выдача с процентами или без процентов зависит. То есть ему платят за то, что его деньгами кто-то может пользоваться в то время, когда они ему не нужны, да. Он хочет, чтобы они полежали где-то. А сейчас этот Сбер, он берет за наши деньги, то есть за любую операцию. Есть еще более опасное. Да, и они назывались коммерческим банком, назвались. То есть на каком основании, то есть что этот Греф, он что заработал эти деньги? То есть он просто взял их у населения. Коммерческий банк это превратил задолго до Грефа. Это понятно, но в данный момент Сбер этот, который... Греф этот реализует гораздо более коварно и нагло, еще более, я бы так сказал, смертельно опасную программу. Программу подмены государства. Ведь чем сейчас занимается Греф? Он занимается перетягиванием на свой этот Сбер. Ну не только Греф этим занимается. Он занимается этим только Греф. Он перетягивает на свой Сбер всю государственную машину. Ему не дают. Кто-то сказал, что и яйца он скупил. Ему не дают, его пытаются тормозить. Но он использует вот этот народный банк, куда стягиваются миллионы людей. Он использует аудиторию, которая завязана на свои кровные сбережения. Да даже дело не в кровных сбережениях, а в том, что он фактически является государственно образующим банком. Потому что как только речь идет о общенародном достоянии, мы переходим от частных институтов к государственным, к национальным институтам. То, что греки называли политическим. Где политика переходит в частный сектор? Там, где от масс идет переход к каким-то мелким вопросам. Вот человек рыбу продает. Понятное дело, что его частный бизнес. Если он уже продает много рыбы, то есть снабжает рыбой город, это уже не просто торговец рыбой. Это уже государственный человек. И его бизнес, это государственный бизнес. Он может получать свою прибыль, но под контролем. Так должно быть. А если этот человек снабжает, извините, единственный, если он монополист. А в данном случае Сбербанк возник же как монополист. Но это стало возможно, Сбербанк возник, Сберкасса возникла как народная помощь. Даже это не государство. Нет, но в советское время Сбербанк был государственным банком. Так опять советская система позволила, вот это бессмысленное, она позволила превратиться общенациональному достоянию, народному достоянию. Государственное, неправильное государственное, неправильное, а советское. Это опять та же эксплуатация. Но вообще социалистическая экономика была глубоко болезненна. Она была паразитическая, то есть люди работали бесплатно. Им выдавали непригодные для жизни условия для жизни, были гарантированы непригодные для жизни. Ну, в основное, то есть понятно, что кто-то жил и более-менее прилично. А почему? Потому что коммунисты, они абсолютно неправильно понимали роль государства. Единственное, что было в советские времена, и это не возбранялось, какая-то, как бы сейчас сказали, коммерческая, индивидуальная деятельность. То есть, по-моему, даже налоги никто, ну, там были какие-то, там люди мёд делали, там. Ну да, кооперация. Кооперация, и они, может быть, даже что-то платили какие-то налоги, я сейчас не скажу. Платили, платили. Но это было позволено зарабатывать, как бы, столько, сколько ты хочешь. Ну, конечно. Вот это было позволено, но никто особо к этому не стремился. Потому что человеку удобно было работать, гарантированно получать какую-то зарплату, неважно, чем он занимался. Ну, многим, да, массовым. Ну, был у нас такой политический идиот, Никита Сергеевич Хрущев. И человек, который отдавал себя, там, скажем, и получал за вот эту самоотдачу 1% из того, что он должен был получать, была создана прекрасная, была создана, скажем, не прекрасная, а прекрасная, не прекрасная, а мощная, мощная была база, производственная, техническая, даже там научная. И она, как будто бы принадлежала никому. И в результате она была украдена. Ну, вот это вот, кстати говоря, тоже. Коллективно и бессознательно. Кто вёл человека в это состояние? Это результат тотального непонимания вот этих азов. Наших вот этих, нами с вами рассматриваемых понятий. Когда идиот, идиот по-гречески значит человек не способный к политическому мышлению. Есть два типа людей, политики и идиоты у греков. Идиот должен заниматься, вот он рыбу должен ловить, он должен мёд на пасеке выращивать, он должен детей, это идиотическая деятельность, которая... И при этом он не выключен из социальных процессов. Он прекрасный человек, да, но у него есть свой уровень. Этот уровень идиотский, то есть частный. Частный, но он всё равно член общества, он ходит голосовать. Если идиот попадает по парламентам, в Буле, в Совет, если он получает государственную должность, это катастрофа. Очень важно, чтобы государственными делами занимался человек, способный к государственному мышлению. К этому государственному мышлению способны далеко не все. Далеко не все. Ну, как, не все способны писать музыку, не все способны... Ну, каждому своё, да? Да, да. Это аксиома, она, в общем-то, абсолютная аксиома. Платон, кстати, говоря о том, что государственной деятельностью могут заниматься не все, тоже допустил ошибку. Он считал, что государственной деятельностью должны заниматься мудрецы, философы. Это грубая ошибка, потому что мудрец абсолютно не способен к политической деятельности. Политическая деятельность, это деятельность практическая. Общественная деятельность, активная. Она активная, она требует решений. Философ, он должен жить вне социума, над социумом. Он должен жить в мире истинно. И к нему нужно обращаться за поиском... Конечно. Политики идут к философу за ключевыми... Да, в таких моментах, в спорных моментах, когда нет ответа на вопрос. И вот тут вот этот мудрец, Брахман, должен погрузиться в медитацию. Вырвать как бы. Он должен, как говорится, взалкать, и на него с ним зайдет откровение. Только так. Но для этого он должен быть абсолютно независим от какой-либо деятельности. Особенно коммерческой. И государственной тоже. Думать о каких-либо условиях существования. Государственная тоже опасна. И общественная деятельность. То есть он просто сидит и думает. Только с богами. Только с небом. Это жрец. Жрец в разных они культурах по-разному называются. А в совет... Но что интересно, в советском время такие жрецы, как ни странно, были задуманы. И даже более того, они были внедрены в наш государственный организм. Ведь существовала так называемая партийная и советская система. Советская власть – это государственная власть. Общенародная. Через советы, так сказать, реализуемая. А партийная эта система в государственную не была вписана нигде. Но партийная система – это вообще... И это было жрецество. Это было жрецество. Это что-то бред вообще. То есть отторжение... Вот я, наверное, еще не родилась, а уже отторгла это. Потому что это была лжерелигия. Это не просто лжерелигия, это даже не буддизм, который хотя бы чем-то может... Там есть инструменты, методология. А здесь просто, ну вообще, уничтожение полное здравомыслия. Но тем не менее чисто, как бы, что называется, технологически, да, технологически, советская система была, между прочим, очень гармоничная. Потому что советская и партийная системы друг с другом не были связаны. Это понятно, но она не нужна... Партийцы, они играли роль, ну, в идеале, мы не говорим о практике, мы говорим о теории. В идеале играли роль брахманов. Они выправляли политиков тогда, когда они допускали ошибки. И надо сказать, что тут, опять же, возникала проблема. А что такое вообще партия? Партия – это политический институт, социальный институт, государственный институт. Духовный, религиозный. Что это такое? Куда это отнести? И тут грубейшей ошибкой было то, что партию считали политическим институтом. Все, вот с этого момента все пошло под откос. Потому что политика – это государственная деятельность. Я вот все время думаю, то есть мы сегодня с вами много сказали того, что и не собирались говорить. Коснулись тех понятий, которых и не собирали касаться. Вроде опять хотели поговорить про империю. Но тут тянутся все эти. И нужно понимать эти термины. Но придется еще продолжать эту тему, выводить. Просто надо все-таки нам написать, Павел Владимирович, да слова, которые… Здесь мы все идем через империю, через понимание этого слова, этого явления. То есть от слова мы перешли к явлению. И вытянули еще много нужных таких жизнеобразующих, жизненно важных терминов. Но вот почему-то сейчас мы подошли к этому кошмару, который назывался Советским Союзом. И вот это же просто была ошибка глобальная, глобальный социальный ошибочный эксперимент. Возможно, конечно, Сталин смог бы вырулить. Я верю, да, мне кажется, что только Сталин смог бы вырулить. Мог бы как-то вот уйти и воскресить православие, и уйти в какой-то действительно религиозный коммунизм. Но сейчас этого не произошло. И вот я думаю, понятно, что у России особая миссия. Только в России это могло произойти. Как говорил Карл Маркс и Фридрих Эндли, там они в манифесте, что революция может пройти в любой стране мира, кроме России. Она произошла в России. И этот эксперимент произошел в России. И он произошел на нас. На нас поменялись несколько формаций. Как говорилось, что самые несчастные люди, которые живут в эпоху перемен, сколько перемен пережили мы. И мы еще живы по какой-то причине. Но когда-то все... То есть неужели советский человек вот этот, в конце концов, не прозреет? То есть прошедший через вот эти все ады. То есть капитализм, понятно, что ужасен. Но и советская система, уничтожившая личность, она просто ужасна. Но по сути дела только наше поколение и способны что-то изменить в этом мире. Только оно понимает. Мы должны вот к этому вопросу вернуться в следующем нашем разговоре и пройтись по всем перевернутым понятиям. Потому что все-таки мы живем в России, мы живем в бывшем СССР, который смог объединить многие народы и что-то даже смог человека в космос запустить, но уничтожить огромное количество людей морально, духовно. Вот, кстати, одна вещь, о которой мы обязательно поговорим и которая является смертельно опасным. Это так называемые госуслуги. Вот еще одна бомба, которая взорвет и уничтожит Россию. Когда только я увидела название слова госуслуги, меня затрясло. И есть госуслуги. Словосочетание, которое несет в себе уничтожение государства. Как с ними бороться. Истребление, унижение и превращение его в инструмент и манипулирование людьми и уничтожение людей. При этом оно захватывает данные человека, которые, естественно, могут быть использованы всегда. То есть мы уже столкнулись с этим, как это могут взламывать все эти аккаунты. Дело не во взломе, дело в самой концепции. Если государство оказывает услуги, это не государство. Это не государство. Оно может только защищать человека. Вот именно. Потому что услуги оказывают слуги. Слуги. А государству служат люди. Государство же, оно... Но если мы пришли к тому, что государство это сознательные люди, то нужно начинать с того, что нужно либо воскрешать этих сознательных людей, либо воспитывать, либо рожать нового, а у нас не рожают. Надо воспитывать. Рожать никого не надо. Население в России достаточно. Достаточно. И в мире его достаточно. Глобалисты кричат, что вообще его надо уничтожать и сокращать. Это тоже неправильно. Потому что природа сама распределится. Все как нельзя лучше регулируется природным процессом. Судьба руководит нами как нельзя лучше, как говорим Том Кихот. Самое важное сейчас – бороться за умы людей. Еще очень важный момент. И сегодня я даже уже хотела к этому подойти. К введению непонятных понятий, новых образований в Конституцию. Мы уже с вами об этом говорили, когда проходили вот эти вот… Там очень такие странные есть субстанции, которые сейчас ведут себя… Уже они как-то себя начинают проявлять непонятным образом. Ну и про различные организации… Это из серии госуслуг, да. Которые пытаются управлять государствами, не только нашим, через некие свои манипулятивные технологии. Знаем такую ОГМВ, да, которая проникает через местные власти и через эксперименты социальные. И Советский Союз, скорее всего, это тоже их рук дело. И многие войны и так далее, и уж не говоря про эпидемию, это вообще просто, так сказать, это… Но здесь уже моим дело не просто с недопониманием, да, а с откровенной, враждебной манипуляцией. Встает вопрос, кто они, если все человеческое им чуждо. Но это требует отдельной… Это вообще отдельно. Но тем не менее, для живых людей, которые с элементами, так сказать, мыслительных процессов, которые все-таки хотят жить, все-таки в России что-то происходит невероятное, происходило, происходит и будет происходить, мы будем все-таки говорить дальше. Ну, вы преподаете, слава Богу, у вас есть студенты, мы тоже пытаемся что-то делать в плане популяризаторства основных жизненно важных идей, рассмотрения проблем и продвижения каких-то жизнеобразующих идей. Когда-нибудь я начну говорить про искусство, почему-то не хватает на это времени, потому что… Ну, то есть я говорю про красоту, но совершенно не говорю про искусство, о котором люди тоже перестают думать, забывают вообще, что это такое. Но на этом мы, пожалуй, сегодня остановимся, потому что уже много наговорили. Надеюсь, что кому-то это будет полезно. До встречи! Субтитры сделал DimaTorzok